Наша трибуна Возвращаемся в программу Народная трибуна Сегодня с нами Павел Дальнобой И вопросы к нему по телефону 847-400-5200 Ну, комментариев море в YouTube Комментарии разные Порой не сдержанные, скажем так Я привык Это естественно Кстати, то, что происходит в Америке Вызывает не меньшую реакцию И не менее такую жестокую Кстати сказать, я слышал Что вы были однозначно негативно настроены По отношению к президенту Трампу Перед выборами Когда это была передвыборная кампания Я, да, я довольно негативно отзывал Я не верил Это к нам пытается дозвониться один из радиослушателей Через скайп Ну, попробуем потом принять Я попробую Пусть перезвонит Извините, что перебил Да, да Так вот, после его победы Я занял выжидательно нейтральную позицию Потому что, ну, раз народ США Я не голосовал за Трампа Но раз народ США решил Что именно этот человек должен быть президентом Я смирился с выбором американского народа Я наблюдал Одним из людей, который влиял Довольно сильно влиял Но в мягкой форме Не бил меня На мое мировоззрение Это был уже упомянутый Гарри Юрий Табах Капитан первого ранка В МС США в отставке И он меня убеждал аргументами Я общался с ним Он задавал вопросы Я искал ответы И самое главное, чего я ждал Я ждал завершения расследования Мюллера Когда гора родила мышь Когда двухлетние потуги демократов Не увенчались успехом Когда Мюллер заявил о том Что против Трампа Нету никаких доказательств В том, что он является шпионом Что он вступил в сговор с властями России И изменил Америке Я изменил свою точку зрения Я выпустил ролик с извинениями Я попросил прощения и у подписчиков И у Трампа За то, что я негативно о нем отзывался Сейчас моя позиция Тоже нейтральна Я стараюсь быть объективным Если Трамп будет делать какие-то нехорошие вещи Я, естественно, буду об этом говорить Но сейчас Если бы сегодня выборы состоялись в США Я бы уже проголосовал за Трампа Потому что он своими действиями Доказал те вещи Которые несовместимы с теми обвинениями Которых его обвиняют Говорить он может по-разному В твитах писать по-разному Возможно, это его тактика Возможно, стратегия Но поступки, которые он совершил А Христос когда-то советовал По делам их Узнайте их Так вот Поступки Трампа Не говорят о том, что он предатель Америки Не говорят о том, что он против Украины И не говорят о том, что он хочет Я не знаю Путина сделать там Чем-то особенным Они говорят как раз наоборот Поэтому мое мнение такое Давайте попробуем принять звонки Добрый день, пожалуйста, в эфире Алло, это я с Мариуполя Я опять хотела, извините, сказать Пару слухову, можно? Да, конечно, вы в эфире, говорите Я Павлу хочу сказать, что он опять не прав Во-первых, Порошенко правильно По Конституции такие обязанности Но он подмел под себя всю власть Генеральный прокурор, это его кум Кума жена возглавляет фракцию большую в парламенте Это как назвать? А теперь я хочу спросить Вот я живу в Мариуполе, где у нас война идет У нас 20 километров линия разграничений Если Павел поговорил с военными То он услышал, что они говорят И потом, вот это угрожает нас гражданской войной У нас не будет гражданской войны Гражданской войной угрожают нам парахаботы А дело в том, что он, пусть он правду скажет Посмотрит на карту Украины Как вся Украина проголосовала за Зеленского Зеленский объединил по голосованию всю Украину А Порошенко только в трех регионах там набрал Ну это небольшое количество Вот самое главное военные А теперь его партнер обворовывал Партнер, которого он назначил в оборонпроме Обворовывал армию У России покупали негодные детали И ставили на танки Это как объяснить? Спасибо Вы живете в Америке Нельзя так лгать и быть парахаботом Вот вы меня отвращаете не голосовать за Порошенко Я голосовала за него Но вы вот такими разговорами отвращаете Спасибо большое за вас Я специально пойду и проголосую за Зеленского Спасибо большое вам На зло бабушке куплю шапку, отморожу уши Да, на зло кондуктору куплю билет и пойду пешком Я немножко, если честно Давайте примем звонок У нас есть из Нью-Йорка звонок, по-моему Добрый день Алло, здравствуйте Здрасте Вы правильно заметили Действительно, не только ваш город И даже вот наш Нью-Йорк Тоже скоро идет к тому, что Обанкротится и вот Детройт И нас тоже будет ожидать в ближайшее время Я думаю, что наш город держится за счет Уолл-стрит, и потому что 40% городского бюджета Выполняется из Уолл-стрит в основном А вот те люди, которые поддерживали бюджет штата Они бегут И, например, наш мэр Он раздал всем, в том числе нелегалам В чем вопрос, извините За 50% А у него спросили Откуда ты возьмешь деньги У нас МЧА Спасибо Спасибо Я подозреваю, что человек смотрит в Ютуб Предыдущую программу Павел, вы знаете, я вам скажу честно Это Анатолий Я вот слушаю эту женщину Я вам говорил про женщину из Мариуполя Вот интересная вещь Я до сих пор пытаюсь понять логику Значит, она голосовала за Порошенко Не проголосовала за Зеленского Потому что ее логика была в том, что Ну, как говорится, ну, хреновенький, да свой Да, уже понятно с ним Уже как-то, ну, вроде бы сжились И вот сейчас она позвонила И абсолютно Поменяла свое мнение Я не понимаю в чем Вот честно Смотрите, я тоже не понимаю Логику таких людей Потому что невозможно понять то, чего не существует Там просто набор штампов У меня подозрение, что эта женщина Много смотрит Про российских каналов Такие как News One или 112 Или Плюсы В Украине Я не знаю, откуда она берет информацию Про Свинарчуков Это было уже 150 раз рассказано В том числе и я это делал Я могу коротко сказать Никто не доказал Он был вовлечен, что он наживался на этом Это делалось за его спиной Я буквально вчера имел дискуссию С одним сторонником Волонтером Зеленского Тоже есть на канале Можно посмотреть Так вот Он говорил Примерно то же самое Я его спросил Если сегодня Допустим Разумков Который Там правая рука Зеленского Сейчас в его штабе Если сегодня Не дай бог такое случится Разумков Убьет человека Должен ли Владимир Зеленский Отвечать за его поступок И будет ли Общественность И в частности Вот эта женщина Или вот этот Волонтер Будут ли они считать Зеленского Убийцей Потому что его подчиненные Или его друг Его правая рука Его партнер Совершили преступление Логика примерно Такая же самая Я считаю Что Свинарчук Через своего сына Поступил подло По отношению К Порошенко Он предал его доверие И нанес удар В спину Что сделал Порошенко После того Как об этом стало известно Он его немедленно Уволил Относительно того Что Генпрокурор Кум Порошенко Генпрокурора Если женщина не знает Даю справку Доповедаю Генпрокурора Назначает Верховная Рада Украины С представления Президента Но Утверждает Верховная Рада И именно Депутаты Утвердили Юрия Луценко На мой взгляд Юрий Луценко При всей его Как бы Особенности Да У него нет Юридического образования Он кум Хотя он не Порошенко А жены Порошенко Жена крестила Кто-то такое Так вот Он Принес Бюджет Украины Средств Больше Чем все Предыдущие Генпрокуроры Вместе взятые Это факт Там миллиарды Десятки миллиардов Гривен Были возвращены В бюджет Как по мне Так Не диплом Важен Знаете Старый анекдот Вам Такси Или шашечки Вам ехать Или шашечки Вот Мне лучше ехать Если у человека Нету диплома Но он возвращает Десятки миллионов долларов В бюджет В бюджет Украины Пусть он будет Генпрокурором То что Коррупционеры Не сидят Как обвиняют Многие У Генпрокурора Нету полномочий Судьи Он может Привести человека В суд А суд Его отпускает Все вопросы К судьям И все вопросы К депутатам Которые не хотят Или очень вяло Проводят судебную реформу Это вопросы Не к президенту И это вопросы Не к генпрокурору Прокуратура Делает свою работу СБУ Делает свою работу Суды отпускают Спрашивайте судей Почему они отпускают А я даже могу Чуть-чуть сказать Почему отпускают Потому что Уголовно-процессуальный Кодекс Украины Он старый Еще времен Януковича Депутаты Палец о палец Не ударили Чтобы его изменить Портнов Был такой деятель Который сейчас Сбежал За поребрик Он Автор этого УПК И согласно ему Судья не может Нарушать закон У него есть процедура Согласно этой процедуры Адвокаты Разбивают Все уголовные дела Потому что Такая ситуация Поэтому Надо изменить Правила Нужно изменить Законы Нужно изменить УПК Нужно провести Судебную реформу А потом Кого-то В чем-то Упрекать Это мой Такой ответ Вот этой женщине Которая Обвиняет Я понимаю Ее эмоции Я понимаю Ее чувства Ей тяжело Она в прифронтовом городе У меня друзья Я морюбль Я там 9 лет прожил Я ситуацию владею Но Обвинять одного человека И тем более Идти голосовать За кота в мешке Который Даже председателем Сельсовета не был Который вообще Не имеет никакого Опыта управления Чем бы то ни было Ну в политике Я не имею ввиду Там его 95 квартал Который 100% Зависит от Олигарха Коломойского Даже на этот Драктес На который он приезжал К своему другу Он приехал на машине Коломойского С охраной Коломойского У него в штабе Работает юрист Коломойского У него в штабе Работают бывшие Регионалы Которые обслуживали Партию регионов На тех выборах Когда они еще там были Я не понимаю Если эта женщина хочет Ну голосовать за Зеленского Это ее конституционное право Но нужно думать Стоит ли Назло соседу Отмораживать Свои собственные уши Следующий Говорите пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Что-то я Не слышу себя Я смотрю Вы Вы говорите В Ютуб Я себя не слышу Да Вы говорите Мы вас слышим Прекрасно Окей Ваш гость Как я понимаю Был против Трампа Два года После того Как Закончилось Расследование Он стал Нейтральным До сих пор Он еще нейтральный Сидит на заборе Не забывайте Что Вы Вы против Зеленского Окей Кого выберет страна Тот и будет президентом Вы против Зеленского Вы были против Трампа Не имеют опыта А у нас Обама Имеет опыт Восемь лет Сидел На мозге Пудрил Эй Что будет То будет Не вмешивайтесь Он украинец На здоровье Он может у себя Там Нам Лапшу Не надо вешать Всем спасибо большое Все 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 Отключай Спасибо Я могу Коротко Ответить Человек Просто не владеет Ситуацией Барак Обама Имел Политический опыт И довольно большой Он был губернатором Штата Ильинос Если человек Не в курсе Сенатором Ну сенатором Да Не важно Он был в политике Давайте Примем следующий Здравствуйте Скажите пожалуйста Я сразу скажу Мне Порошенко не нравится Но Я Ничего против Он мне не нравится Просто потому Что он как президент Слабый Я не знаю Кто будет сильнее Но он слабый Зеленский Дело в том Что я сразу скажу Я Не антисемит Я еврей Но Я категорически Против Зеленского Ну Если бы я был В Украине Или украин Здесь есть опасность Серьезная На мой взгляд И вот просто Ваше мнение Сейчас Порошенко Не еврей Даже не грамма Но посмотрите Что творится В соцсетях Его обвиняют Что он еврей Причем Даже здесь На русском радио И то обвиняли Его я слышал Это так Ситуация с Зеленским Еще хуже Он еврей Мало того Коломойский поддерживает Его У него плохой рекорд Что называется О нем мнение Уже и так В Украине В мире Везде Он тоже еврей Последствия Какие могут быть Если Зеленский Не справится А то что он не справится Я уверен Просто на 150% Он просто не в состоянии Исправить Он даже не справится Если бы в Украине Была лучшая ситуация Но в Украине Очень тяжелая ситуация Скажите Какие последствия Будут Я даже не про него А для евреев Которые там живут Вам не кажется Что это может Вылиться действительно Серьезную проблему Спасибо большое Я полностью с вами согласен Учитывая национальный вопрос Учитывая национальность Владимира Зеленского Это сейчас Кремлеботы И методички Кремля Переписали Очень быстро Они же там кричали Порошенко Вальцман Там еврейский вопрос Пытались нацепить на Порошенко Хотя Порошенко не еврей Зеленский Насколько я помню Полуеврей У него отец еврей Коломойский Ну практически Стопроцентный еврей Если эти люди Придут к власти А это надо понимать Что править Украиной Будет Коломойский И там 7 других олигархов Которые вместе с ним Объединились Зеленский Это просто актер Которого наняли на эту роль На роль президента Так вот После того Как Украина Окажется В больших Неприятностях И проблемах Я подозреваю Что именно У еврейского Населения Украины Могут возникнуть Проблемы Потому что Будут Ну вот этот лозунг Бей жидов Спасай Украину В данном случае Он может быть реализован И это может случиться Очень скоро Там полгода Год Потому что Как правильно сказал Этот человек Который позвонил У Зеленского Нету шансов Исправить ситуацию У него нету ничего У него нету команды У него нету программы У него нету поддержки Верховной Раде Там несколько Перебежчиков Только У него вообще Четкого видения Что ему делать Нету У него коммунистические Лозунги Отнять и поделить Единственная причина По которой он идет Президенты Это договорняк С Коломойским И с другими олигархами Чтобы Коломойскому Вернуть Ну он Вчера буквально заявил Он хочет Он приватбанк Уже не хочет Он хочет 2 миллиарда долларов Компенсации Плюс тем 5 миллиардам Которые он уже украл У украинских Налогоплательщиков Павел Одну секундочку Я прошу прощения У нас человек ждет на линии Очень долго Да Давайте я приюду Говорите пожалуйста Барак Обама Имел Ноль Опыт Политика За 8 лет Не приобрел Ни одной Десятой И если бы он еще был 8 лет Он бы стал ноль У него была Одна Цель Две цели Можно сказать Во первых Не допустить Чтобы Америка Шла вперед И второе Идти На дружбу И ублажать Ислам Спасибо Спасибо большое Павел Скажите пожалуйста У нас остается Продумало времени Как вы думаете Ну вот Вы считаете Что Вернется Вместе с Коломойским Вернется Как-то Ахметов Вернутся Партия регионов Смотрите Я не знаю Я не знаю Является ли Ахметов Частью Вот этого Олигархического Реванша Но я точно знаю Кто вместе С Коломойским Несколько Фамилий Я точно знаю Это сам Коломойский Это Портнов Это Ефремов Это Фирташ Это Медведчук Это вот эти люди Я точно знаю У меня есть информация О том Что Именно они Там еще несколько Других олигархов Которые Совокупно владеют И Средствами массовой информации Украины И ресурсами И Предприятиями Производственными мощностями Они Жаждают Реванша И Партия регионов Как таковая Нет Не вернется Будет хуже Потому что Будет своя партия Будет партия Зеленского Слуга народа Правильное название Которое Слуга урода Но если вы Если вы назвали Фамилию Медведчука То есть Мы знаем Что Медведчук Это ставленец Кремля То есть Вы считаете Все таки Что Это все Приведет к тому Что Украину Сдадут Кремлю Мой прогноз Такой Ну как Это не мой Я его озвучу Там много людей Говорят об этом В случае победы Зеленского Вспыхнет Полномасштабная Гражданская война То о чем мечтает Путин Вот эти все пять лет После того Как в течение Года Двух Украинцы Переубивают Друг друга Очень много Потому что Послушайте Заявление Кремлевских деятелей Они же мечтают Чтобы украинцев Не было После того Как украинцы Сотнями тысяч Или даже миллионами Поубивают Друг друга Путин Как говорил В Алтапах Заведет своих миротворцев Красиво И с тем Остальным населением Которое останется Он уже справится И украина Снова на многие Десятилетия Если не на столетия Погрузится В лоно Российской империи И Ну История повторится Поэтому Я не вижу Вообще никаких Причин Почему Зеленский Может Как-то Повлиять на ситуацию У него просто нету Даже если бы он не был Наркоманом В чем я его подозреваю Даже если бы он не был Марионеткой Коломойского У него просто нету Реальных инструментов Если бы он не был Марионеткой Коломойского Он бы просто Никуда бы не попал Без Коломойского Друзья мои К моему величайшему сожалению Время нашей программы Подошло к концу Павел Спасибо огромное Для тех из вас Кто может быть Не подключился Не подключился С самого начала С нами Блогер Павел Дальнобой Его блог Вы можете Его канал Вы можете найти В ютюб Его позывные Пауз 144 Пи-э-ю-эс 144 Павел Спасибо Огромное спасибо Павел Будьте здоровы Спасибо большое вам Что пригласили меня На этот эфир И в будь декому Выпадку Не турбуйтесь О том Что все будет Украина Бо я взнавал Всего доброго Всего доброго Всего доброго Всего доброго Спасибо за субтитры DimaTorzok